Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital! Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите 127 выпуск новостей от SkyWay, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний SkyWay и SkyWay Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. 24 июля в экотехнопарке побывала госпожа Сангита Бахадур, новый чрезвычайный и полномочный посол Индии в Беларуси. Госпожа Бахадур совсем недавно вступила в должность, и посещение экотехнопарка SkyWay находится в числе первых визитов, направленных на развитие белорусско-индийских экономических отношений. В комсомольской правде в Беларуси появилась возможность немного глубже погрузиться в тему струнных технологий. В материале, который вышел в одном из номеров издания, подробно рассказывается о том, из каких этапов состоит разработка и производство транспорта SkyWay. Анатолий Эдуардович Юницкий в интервью рассказал о том, с чем подходит проект к знаковому мероприятию, что узнают и увидят посетители, как обстоит дело с первыми проектами, о ходе переговоров с крупными партнерами и многом другом. На днях гостями экотехнопарка SkyWay стали представители проекта Nueva Lima из Перу во главе с его президентом Клаудио Алехандро Соло Суэросом. Цель проекта — создание в 120 км от перуанской столицы экологичного и технологичного города, отвечающего современным требованиям. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 24 июля в экотехнопарке побывала госпожа Сангита Бахадур, новый чрезвычайный и полномочный посол Индии в Беларуси. Госпожа посол вместе со своим мужем, архитектором Юрешем Синхой, подробно изучила инфраструктуру и подвижной состав струнного транспорта. Визит состоялся по инициативе госпожи Бахадур, которая уже была осведомлена о проекте SkyWay и хотела собственными глазами увидеть разработки компании. Со своей стороны госпожа посол пообещала поспособствовать дальнейшему продвижению проекта среди представителей транспортных властей Индии и руководства штата Махараштра. Помимо транспортной составляющей проекта госпожу Бахадур заинтересовал также экологический и биотехнологический аспект, в частности технологии изготовления гумуса, которые востребованы сегодня в Индии. SkyWay — один из значимых перспективных проектах, связывающих Беларусь и Индию. Экофест уже совсем скоро, и многим из наших читателей удастся посмотреть собственными глазами на результаты работы инженеров ЗАО «Струнные технологии». А благодаря «Комсомольской правде» в Беларуси появилась еще и возможность немного глубже погрузиться в тему струнных технологий. В материале, который вышел в недавнем номере издания, подробно рассказывается о том, из каких этапов состоит разработка и производство транспорта SkyWay. Сколько видов испытаний проводят в «Экотехнопарке», почему «Юникар» — экономичные маршрутки, что объединяет ЗАО «Струнные технологии» и автоконцерт «БМВ» — об этом и многом другом читайте в статье издания на нашем сайте. В преддверии «Кофеста 2018» автор идеи технологии SkyWay Анатолий Юницкий дал обширное интервью. Среди ярких моментов речи Анатолия Юницкого можно выделить сообщение о возможной интенсификации работы по созданию транспортных систем на основе SkyWay, способных разгоняться до скорости 1250 км в час, а также о том, что строительство высокоскоростного комплекса вероятнее будет осуществляться за пределами Беларуси, где расположен «Экотехнопарк» SkyWay. Кроме того, интервью содержит ряд рассуждений общего плана о рынке, конкуренции и способности бизнеса угадывать жизнеспособные тенденции в развитии технологий. В финале видео не только рассказано, но и частично показано несколько новых продуктов, реализуемых в рамках проекта SkyWay. Среди них, похоже, и дрон, грузоподъемность которого должна достигать полторы тонны. Смотрите полное видео этого обширного интервью на нашем сайте. Гостями «Экотехнопарка» SkyWay стали представители проекта «Нуэва Лима» из Перу во главе с его президентом Клаудио Алехандро Соло Суаресом. Цель проекта — создание в 120 км от перуанской столицы экологичного и технологичного города, отвечающего современным требованиям. Город «Нуэва Лима», строительством которого будет заниматься компания ZOLO SAC, будет состоять из разных зон, распределенных по назначению. В нем будут жилые, промышленные, коммерческие и развлекательные зоны. Концепция «Нуэва Лима» предполагает создание городской среды, которая не наносит вред природе, при этом обеспечивая высокое качество жизни горожан. SkyWay для проекта «Нуэва Лима» — это возможность создания транспортных артерий коммуникаций как внутри нового города, так и вне его. Использование струнного транспорта может определить стратегию развития «Нуэва Лима» в качестве линейного города, функционирование которого обеспечивается и во многом определяется инновационной транспортной системой SkyWay. Это были все главные новости на сегодня. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах каждую неделю, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что SkyWay — это наше будущее уже сегодня. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.